всем привет с вами светлана сегодня у нас 5 февраля на улице такая погода холодная ветреная вот так в коллекции пепперомия у меня есть вот такая пепперомия называется прострата очень интересный экземпляр и я хочу сегодня показать как я ее размножаю так смотрите как красиво выглядят пепперомии на фото в интернете в таких вот кашпо в горшочках высоких на подоконнике они вот такие пышные и свисают но они могут находиться и в подвесных кашпо растение интересное экзотическое и оно происходит из тропиков южной америки пепперомия это эпифит она располагается в кронах на разной высоте питается из почвы а воду поглощает из осадков и влажного воздуха пепперомия она вот это из семейства перечных она выносит понижение температуры и зимой их содержит при 18-20 градусов но любит очень хорошее освещение не переносят только прямые солнечные лучи вот поливать эти нужно очень очень осторожно между поливами почве дают просохнуть но при этом не нужно допустить чтобы у пепперомии листики начали увядать зимой поливают очень мало при поливе нужно использовать чуть тепловатую воду пепперомия предпочитает умеренную влажность летом ее опрыскивает а зимой опрыскивать ее не нужно эту пепперомию размножают черенками пересадку редкая ну например раз несколько лет весной можно пересадить ее путем перевалки побольше горшочек довольно такое неприхотливое растение я считаю что его могут выращивать даже новички но нужно еще точно помните знать что она очень плохо переносит сквозняки убирайте его подальше сквозняков выбирайте теплое место с ярким освещением или даже не небольшая полутень а при недостатке света листья пепперомия теряет свою декоративность и вытягиваются вот ее между узле я ее все время от времени вот так вот накручивала кверху она у меня сначала свисала и сейчас для того чтобы ее нарезать мне надо будет ее расплести я как раз ее вот расплету и покажу вам как же она может выглядеть по-другому да уж это не не очень такое быстрое дело кропотливая так это вот расплетение мне напоминает вот как я совсем недавно возилась со своей церапегией но там конечно вкус намного больше вот эти маленькие листики они друг за друга цепляются получается вот такая вот история так а и и и и и и посмотрите как причудливая она сейчас выглядит, она бы очень хорошо смотрелась под весном кашпо, но сейчас я буду обрезать для укоренения череночки, еще хочу вам сразу сказать, что эту пепперомию удобрять сейчас летом и осенью не нужно, а начинать в период активного роста, активный рост у нас идет с марта месяца, смотрите как она растет, разрастается на три, дальше разрастается снова, вот здесь вот она дала еще два побега и вот так вот она растет, и я с нее буду брать где-то 8-10 сантиметров так здесь я оставляю веточку, оставляю вот одну плеть, а этот череночек вот так вот срезаю, сразу выкладываю ровненько, вот так чтобы не забыть где низ, вот дальше, черенок срезаю сантиметров 8-10 для укоренения, примерно вот так, вот проверяю здесь, вот есть лысенькая, лысенькая почему-то я ее тоже вот так срежу, попробую укоренить, не знаю может что-то получится с ней, будет такая экспериментальная веточка, но я уже укореняла свои, так здесь срезаю, пепперомил эту не раз, и все нормально, все развивается, укореняется, где-то так, сколько у меня будет череночков новых, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, вот эту плеть я не буду трогать, пусть она себе растет, а эту вот тоже буду срезать, срежу вот так, и разделю ее на один черенок будет, и второй черенок будет, так, и этот тоже поделю эту, вот эту я срезать не буду, можно просто этот краешек вот сухой, вот так вот отрезать, вот эту еще одну отрежу, вот так вот я сделала стрижку своему растению, она у меня дальше будет расти, я могу вот так ее заплести, могу оставить вот так вот, беру грунт и несколько пепперомий я высажу в один стаканчик, на дно стаканчика перлит, таких самых слабеньких, ну вот этот например, посмотрим, что он, как он себя будет вести дальше, вот так высаживаю не обрезая нижние листочки, в других черенках нужно обрезать нижние листочки, чтобы они не загнивались при укоренении, например, у традисканций, у фикусов, а это здесь, например, так, этого делать не нужно, эти я буду укореню в грунте, а потом буду рассаживать, я уже сколько две недели назад, высаживала таким образом черенки из перлита в грунт, кстати можно это видео посмотреть на моем канале, вот так, вот они эти черенки, достаточно неплохо себя ведут, укореняются и потом будут высаживаться отдельно стаканчики, где-то через пол месяца, ну а этим я посажу другим способом, так же набираю перлит, вот грунт и один краешек, вставляю с краешку вот так вот этот череночек, дальше раскладываю по кругу, так вот пепперомию и прижимаю ее, вот так вот она будет расти, так же делаю со всеми этими оставшимися черенками, вот так вот они, теперь я буду пользоваться без плеча, а потом дешевoshим, дальше у меня есть вот стаканчик с креплениями с такими моими штучками для закрепления вот при укоренении растений в грунте раньше я пользовалась вот такими вот очень часто показывала вам как вот такими можно скрепочками обыкновенными вот так вот пришпиливать растения вот потом я делала еще проволочки вот такие вот жесткие находила и вот так сгибала такие вот крючочки галочки и последнее время я же тоже смотрю часто наших цветочниц видео цветочных каналов и мне очень понравилась идея одна девушка из россии по моему ирина вот точно не помню ирина наверно она рассказывала как она закрепляет и чем свои растения это идея не моя вот ну я хочу просто показать мне тоже понравилось это обычные вот такие зажимы для хлебушка тут есть две плотных части и если их вот так вот один отрезать вот получается вот такая вот деталь и сейчас второе отрезаем вот это плотная ее можно согнуть сделать вот такой крючочек вот этот кусок вот посередине он не плотные можно выбросить получается вот такие вот зажимы беру растения посаженная вот и вот так вот пришпиливаю в одном месте и в другом месте получается вот так все растения я закрепляю обязательно поливаю черенки чуть-чуть промочить сверху грунт и все эти стаканчики нужно обязательно поставить в тепличку я слышала мнение тоже некоторых девочек что они не ставят свои укореняшки в тепличку пепперомии но я всегда ставлю каждый же делает так как у них получается хорошо я рассказываю о том как я делаю накрыть можно стаканчиком и поставить где-то в светлое место и теплое я буду ставить некоторые стаканчики в аквариум свой специально где у меня устроено все и так же очень хорошо укореняются растения у нас в zip пакетиках вот таких zip пакетиках сейчас покажу что мы делаем я уже об этом тоже рассказывала очень хорошо укоренялись растения вот так вот выставляю сюда стаканчики например в этот пакетик поместится 2 штучки стаканчика закрываем и я вот так вот скрепку разгибаем в разные стороны и вот здесь вот посередине вот так вот делаю прокол и вот такой вот крючочек для подвешивания у меня готов все поставили повесили и на месяц забыли о своих черенка всем кому полезно было видео ставьте лайки пишите комментарии всем пока и до новых встреч на моем канале